Всем привет! Вы на канале Сергея Кончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы открываем вот эту вот посылку из сайта iHerb, довольно-таки большая посылка. Я сейчас вам расскажу, что там находится, для чего я заказывал и в целом для чего используется краткую информацию. Ну, если вы вдруг смотрите мой канал и этот видеоролик впервые, то я хочу сказать, что из сайта iHerb я заказываю довольно-таки часто, довольно-таки часто рассказываю о своих заказах, для чего я это делаю, а также у меня есть отдельные видеоролики с инструкцией по выбору, гидом покупателя, что купить, как купить, какое выбрать, а также некоторые варианты приема тех или иных витаминов или добавок, которые могут помочь в той или иной ситуации. Вот как-то так, интересно для многих и можете сами полистать и посмотреть. А если вы вдруг первый раз слышите слово iHerb или сайт iHerb, то это американский сайт со штатов, на котором продаются витамины, биодобавки, питание, спортивное питание, косметика, средства личной гигиены и может быть множество еще другого, но это в основном то, что заказываю я. И давайте все-таки открывать, чтобы посмотреть, что здесь находится. Точнее я-то знаю, а вы нет. И да, кстати, если опять-таки надумаете покупать, то я в описании под этим видеороликом оставлю промокод на скидку. Вы можете получить от 5 до 15% скидку и это уже неплохо. Ну и плюс ко всему можете подписаться на мой канал, так как я часто выкладываю промокоды на скидку еще дополнительные к этим от 5 до 15%. Вы можете получить еще там 10, 15, 20. Вот, к примеру, близится очередной праздник, не знаю, когда выйдет этот видеоролик. То плюс вы можете добавить еще 15-20% скидку. То есть, ну, 5-15% и плюс 15-20% в идеале можно получить там где-то около 35%. Итак, упаковка, как вы видите, как всегда хорошая. Доупаковывают все хорошо, плотно, чтобы доехало. Ну, по крайней мере, всегда доезжало нормально. Итак, начну я, наверное, с самого большого вот этой вот пачки. Это протеин. Так, можно я немного отодвину. Итак, это протеин. Что такое протеин? Ну, это просто белок. В некотором смысле это пища, это белковая составляющая пищевого, нашего пищевого продукта. Так вот, если вы вдруг думаете, ну, зачем этот протеин нужен только качкам и спортсменам? Нет, я думаю, что вы не правы, потому что если проанализировать свой рацион, если вы питаетесь нерегулярно, не стараетесь правильно питаться, то я на 90% уверен, что у вас недостаток белковой составляющей, недостаток белка в дневном рационе. Если посмотреть на нормы, если вы не спортсмен, а если либо практически пассивный человек, который всегда сидит на одном месте, минимум активности, то вам нужно потреблять 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Если это мужчины, то это может быть от 70 до 100 грамм белка на 1 килограмм, на 1 человека на день. Если вы активный человек, то есть активно двигаетесь, еще иногда занимаетесь спортом, то лучше всего потреблять где-то до 1,2-1,5, лучше всего 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса. И это уже будет 100, 120, 130 грамм белка в день на 1 человека. Чтобы это набрать, нужно либо сбалансированно питаться и минимум, минимум 3 раза в день. То есть это у вас должно быть мясо, должны быть молочные продукты, можно добавлять еще и растительного белка, комбинировать это все, яйца, рыба, это все должно быть у вас в ежедневном потреблении. Но я знаю, что многие питаются вовсе один раз в день, потому что утром они выпьют кофе, в лучшем случае с какой-нибудь булочкой или конфетой, возможно, но это один из худших вариантов. В обед будет примерно то же, а вечером плотно, очень плотно наедаются. Соответственно, много минусов в этом. Есть, конечно же, вариант, что они утром едят, в обед кофе, чай и вечером опять-таки наедаются. И здесь я более чем уверен, что вы не будете добирать белок. По поводу белка, как я и сказал, нужно комбинировать, нужно всегда в рационе, чтобы был и животный, и растительный белок. И тогда только можно выйти на эту норму. Зачем я заказал вот этот вот? Ну, я стараюсь, конечно же, питаться регулярно, стараюсь, конечно же, питаться правильно, примерно набирать ту норму белка. Но я занимаюсь еще, можно сказать, и активный человек, и еще занимаюсь спортом. То есть где-то 2-3-4 раза в неделю, когда, как получается, я занимаюсь зачастую железом, либо же это воркауты, турники, брусья, ну, например, или там прогулки, длительные прогулки на длительное расстояние. И при этом нужно уже немного больше белка. И не каждый раз ты сможешь питаться. Потому что, может быть, утром ты поешь, где-то целый день будешь пропадать, и в лучшем случае, что ты сможешь перекусить, но ты не сможешь правильно это все скомбинировать. Ну, например, можно взять, просто-напросто вкинуть в чашку, или там в миксер, или шейкер, немного протеиновой смеси, туда добавить какого-нибудь сока, добавить каких-нибудь фруктов или ягод, перемешать и выпить. И, во-первых, вы уже не будете таким голодным, это раз. И второе, вы восполните норму белка и некоторых полезных веществ. Ну, помимо того, что здесь есть белок, здесь есть протеин, можно посмотреть на состав. Здесь по составу есть еще ниацин, соответственно, это витамин В3, немного кальция, немного железа и калия, что очень важно. То есть эти составляющие уже, в принципе, неплохо. Ну, и это еще не все. Этот вариант протеина интересен тем, что здесь есть еще, давайте посмотрим цифры, 2, 2 биллиона, то есть 2 миллиарда пробиотиков. Да, это протеин с пробиотиками. То есть 2 в 1, здесь есть 3 в 1, здесь есть протеин, белок, строительный материал для всего нашего тела. Здесь есть, это, кстати, белок, это не только мышцы, а все внутренние органы и множество других вариантов, даже волосы, кости, то они строятся с белка и только потом уже с кальция. Так, 2. Первое, я сказал, это белок. Второе, это некоторые витамины и минералы. И третье, это пробиотики. Так что, очень интересная вещь, вы можете просто-напросто добавлять в пищу. Здесь 26 грамм протеина, из них 18 грамм белка. Жир минимум 1,5 грамм и всего-навсего 100 калорий на одну порцию. Это мало. Так, ну, давайте, наверное, все-таки с этим пока будем завершать. Кстати, у меня есть отдельный видеоролик, когда я рассказывал, если вы активный человек, сколько вам нужно потреблять пищи. Ну, кстати, как я и сказал, можно укладываться в стандартный трехразовое питание и с одним перекусом. Так, вот интересная еще вещь. Кстати, вот эта вот распаковка, эта посылка больше, наверное, подойдет либо спортсменам, либо, наверное, активным людям. Протеин, кстати, протеин подойдет всем. Можно брать всем и любому, те, кто не допотребляют белка. Следующее – это бета-аланин. Что такое бета-аланин? Опять-таки, это немного про спорт. И бета-аланин – это аминокислота. Это не незаменимая, это заменимая аминокислота. То есть она может синтезироваться в нашем организме из продуктов. Например, вы будете есть одни продукты, а из этих уже будет синтезироваться, например, этот же бета-аланин. То есть она не обязательна к применению. Секунду. Но все-таки она нужна. Что же, чем она интересна? Она, бета-аланин, вот эта вот аминокислота, повышает выносливость и, можно так сказать, отодвигает момент усталости. Как работает бета-аланин? Бета-аланин в основном нейтрализует или перерабатывает молочную кислоту. Вот когда вы занимаетесь, у вас тяжелая физическая нагрузка, и вот спустя где-то примерно одной минуты тяжелой нагрузки, в мышцах образуется молочная кислота. И, соответственно, получается у вас усталость в мышцах, и вам уже больше делать, вы больше делать не можете, вам захочется отдохнуть. Но как раз бета-аланин сможет быстрее переработать молочную кислоту, соответственно, отодвинуть момент усталости еще на некоторый период. Какая польза от этого? Ну, смотрите, вот вы делаете подход, например, ну, не знаю, 10-15 подъемов штанги, да, ну, с помощью бета-аланина, если все хорошо, вы сможете сделать, например, 20 повторений, точнее. Немножко больше повторений вы сможете сделать с помощью бета-аланина. Ну, например, если вы, так же интересно, если вы бегун, да, то есть вы в одном темпе бежите, постоянная нагрузка, то бета-аланин точно так же может помочь переработать молочную кислоту, отодвинуть усталость, и, можно так сказать, выйти на немного выше уровень по выносливости, ну, и возвысить или улучшить ваши показатели по спорту. Ну, и помимо выносливости, так же помогает быстрее восстанавливаться после физических нагрузок, после тяжелых тренировок. По поводу приема, смотрите, здесь указано, можно употреблять от 1-1,6 грамм и больше, но в целом принимать его от 2 до 5 грамм. Среднее это 2-3 грамма, можете начать с меньшего и потом дойти до 5 грамм. Больше 5 грамм не рекомендуется, там уже эффект от 5 до 8 слабо, можно сказать, не доказан точно, и выше 8 грамм принимать точно не стоит, потому что вызовет расстройство желудка. Пойдете на унитаз тогда, ну, в принципе, в пустую, переводите вот такой вот продукт. Принимать лучше перед тренировкой, где-то за 30 минут до тренировки. Принимаете и тогда уже идете на тренировку. Лучше, конечно же, в идеале сочетать его с креатином. Вот креатин у меня есть, в прошлых видеороликах точно так же он был. Креатин, немного про креатин, как он работает, он, можно так сказать, прибавляет немного силы и, ну, практически выносливости. Креатин как работает? Работает креатин с первой секунды нагрузки тяжелой до 15, ну, это в среднем так, с первой по 15. Дальше с 15 секунды идет уже расщепление гликогена, и потом после одной минуты вступает уже бета-аланин. Так что в комплексе креатин бета-аланин перед тренировкой неплохо. Также есть еще существует креатиновая загрузка, по которой нужно принимать ежедневно определенное количество. Ну и еще добавить можно цитрулин-малат. Вот это вот цитрулин-малат добавит вам, ну, так скажем, памп, больше приток крови к мышцам, и, соответственно, ну, немного будет лучше эффект, расширяет сосуды, то есть немного больше вот эти вот 3 добавки перед тренировкой очень хорошие стимулы, может, прирост в этой тренировке вам добавят. В принципе, интересный вариант, и я попробую смешивать вот именно так. А до этого я смешивал немного по-другому, сейчас расскажу как. И да, забыл сказать одну очень важную вещь. Если вы все-таки надумаете принимать бета-аланин, имейте в виду, что у него есть одна такая вот особенность. После приема, спустя там минут 10-15-20, может быть, может появиться покалывание на кончиках пальцев, на ладони, на шее, на лице. То есть это все нормально, это хорошо, и это говорит о том, что как раз вот этот вот бета-аланин, он работает и может предоставить вам нужный эффект. Соответственно, также вы можете распределить дозировку. Вот попробовать начать с 2 грамм, если вы чувствуете, что это работает, да, в действительности, значит, это вещь действительно рабочая. И немного повышать, если это все-таки требуется. Дальше, 2 интересные вот это вот вещи, они схожи, но немного разные. Это 2 предтренировочных комплекса. Они немного разные, немного разные составы. Работают примерно одинаково, и может быть, ну или не может быть, немного разные вкусы. По поводу предтренировочных комплексов. Вот все, что я вам только что рассказывал по поводу бета-аланина, по поводу креатина и цитрулина-малата. Все это есть в предтренировочном комплексе. Вы можете, конечно же, сказать, ну а не легче ли просто брать предтренировочный комплекс? Возможно, и легче, и возможно, и проще. Ну, первый, конечно, минус, это получается дороже, либо меньше порций. И второе, практически в каждом или в большинстве предтренировочных комплексов будет еще кофеин. И стимуляторы, стимуляторы по типу кофеина там будут, помимо вот таких вот смесей. Так что выбор у вас есть. Вы можете даже брать, например, чтобы много кофеина здесь не было, ну, допустим, использовать двойную дозировку. Вы можете использовать однократную дозировку, чтобы не было много, например, кофеина, и добавлять туда бетаин, бета-аланин, креатин или цитрулин. Вот как-то так. Ну, а в принципе, предтренировочные комплексы, что в них интересного? Ну, повышают производительность тренировки. Ну, во-первых, добавляют вам энергии, силы, выносливости и немного стимулируют вашу мозговую деятельность. Соответственно, если вы тренируетесь вечером, а есть уникальные люди, которые тренируются там в 8, в 9 вечера, может быть, даже и в 10 вечера, я знаю, я знаю, что таких много, этого делать не нужно, тогда вы просто перевозбуждаетесь, поднимаете ваш кортизол, стрессовые гормоны, а вечером они должны снижаться, максимально снижаться, снижаться, чтобы вы уже могли ложиться спать. К 10-11 часам ложиться спать, а вы в 10 часов или в 9 часов только начинаете тяжелую физическую тренировку. Так делать нельзя. Ну, и принимать, конечно же, вот такие вот вещи в 8-9 часов вечера, конечно же, также не рекомендуется, это будет равняться, ну, примерно тому, что вы выпьете, к примеру, одну чашку или две чашки кофе перед сном. Это, конечно, тоже не очень хорошо, вы, может быть, не сможете нормально уснуть, а может быть, и сможете. Во всяком случае, с чем интересно, ну, сейчас состав, здесь довольно-таки мелкий состав, давайте я вам, я бета-аланин показывал, давайте я вам покажу вот сначала бета-аланин, как выглядит, все ссылки на все, что я вам здесь рассказываю, показываю, будет в описании под этим видеороликом, вы можете пройти, посмотреть и прочитать. И давайте я в заказе сам сейчас открою и вам прочту, потому что на память все сказать, ну, тяжеловато будет. Вот, к примеру, краткий состав того, что находится в этом претренировочном комплексе. Есть ниацин, то есть витамин В3, натрий, то есть соль, но здесь ее мало, креатин, бета-аланин, таурин, это состав для улучшения спортивных показателей, результатов, также матрица рельефности, здесь есть кремниевый комплекс, аргинина, также энергетический состав, то есть это кофеин и бетартрат холина, эль-тианин, экстракт калгана и экстракт йохимба. Все это повышает энергию, повышает силу, повышает выносливость, но вы максимум сможете выжать с вашей тренировки. И если вы думаете, что я просто первый раз вот это вот заказал, нет, я уже пользуюсь такими вещами, вот смотрите, одна, вот вторая, и вот эти вот вещи, я скажу честно, по собственному опыту, они работают. И в действительности, если без каких-либо добавок, ну идешь на тренировку, в обычном режиме это 40-50 минут, это турники, брусья, железо, штанги, гантели, вот работаешь где-то так. Если принимаешь предтренировочный комплекс, то время увеличивается, работоспособность, соответственно, это не 40 и не 50 минут, а уже час 20, можно и час 30 заниматься, до усталости это первое. Соответственно, вы можете больше подходов, больше повторений. Так что работает, да, только вот, не знаю, вот это вот преворкаут бодифит, не, это сиерафит, сиерафит, мне по вкусу очень-очень не понравился, ну не зашло, ну максимально вот не зашло и все. Вот это вот, но экспорт, классная рабочая вещь, мне понравился как по вкусу, так и по составу, здесь и состав богаче, и больше витаминов, и минералов есть, и электролиты, то есть здесь, ну, есть практически все, что нужно. Вам только после тренировки остается очень хорошо, плотно поесть белковой пищи, или же выпить протеиновый коктейль с какой-либо углеводной составляющей, чтобы восполнить гликоген, восполнить энергию, ну, с теми же фруктами, идеально будет соками или ягодами, просто классно будет. Так вот, по вкусу здесь точно так же, разные вкусы, точно так же буду пробовать, и давайте посмотрим здесь, здесь состав, ну, практически такой же, есть отличия в отсутствии или, наоборот, в присутствии некоторых экстрактов, и может быть немного больше чего-либо. Кстати, например, кофеин, вот здесь равняется меньше, чем одной чашке кофеина на одну порцию, вот здесь так же, вот здесь где-то как полторы чашки кофе в этом претренировочном комплексе, ну, и здесь больше всего, помимо этого еще, но работает, в принципе, неплохо. Смотрим, что здесь, здесь точно так же, да, смотрите, здесь есть еще витамин С, В3, В6, В12, В7, кальций, магний, натрий, калий, то есть здесь состав получше по минералам и по электролитной составляющей, и по витаминам. А также для поддержки мышц цитрулин, креатин, бета-аланин, есть точно так же, как вы видите, все эти составляющие есть в претренировочном комплексе. Так, ацетилцистеин, бета-ин есть здесь, и смесь для повышения энергии, кирозин, карнитин, ну, и кофеин, конечно же. Кофеин указывают натуральные источники, то есть это либо зеленый чай, либо кофе, за это переживать не стоит. Вот это вот, в принципе, все, что сегодня мы распаковали. Во всяком случае, практически все, что здесь есть, я уже пробовал при тренировочном комплексе. Хорошая вещь, она работает в действительности, классно. Протеин именно этот я не пробовал, пробовал от других производителей. Кстати, вот этот вот, по-моему, он без, без вкуса. То есть, если вы будете добавлять, ну, не просто в воде размешивать, а с чем-то, то это хорошо подходит. Если просто будете в воде размешивать, ну, это не будет вкусным, просто можно залпом выпить, и все, и забыть. А есть еще, кстати, есть там ванильный вкус, шоколадный вкус, фруктовый вкус, ну, естественно, если такие вкусы будут, там может добавляться сахар. Там сахара нет. Вот это вот, в принципе, хорошо. Да, и вот в таких вот предтренировочных комплексах сахара, ну, в этом нет, в этом я также не видел сахара. Здесь, кажется, сахара нет. 0 грамм, да. И в этом также сахара, да, также сахара нет. Так что, на все это я ссылки оставлю в описании. Если вы чем-то из этого пользовались, напишите в комментарии под этим видеороликом, вам интересно именно ваш опыт использования по поводу вот этих вот добавок, работают, не работают, есть какой-либо эффект или нет. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если будете покупать, не забывайте вводить промокод, который я оставлю в описании под этим видеороликом, получите дополнительную скидку. И подписывайтесь на канал, я буду чаще информировать по распродажам. Подписывайтесь на канал, на наши соцсети, не забывайте о моем втором канале, там множество интересной и полезной информации. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. То есть, здесь много интересных добавок, как для спорта, так и для повседневной бытовой жизни. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok